Делегация КФУ Представителям КФУ выдалась возможность изучить инфраструктуру Юго-Западного нефтяного университета. Ученые Казанского федерального детально познакомились со всеми условиями для эффективной учебы и работы. Нам там очень понравилось, инфраструктура достаточно развитая. Я думаю, этот обмен опытом будет очень полезен как магистрам, так и нам. Затем мы обсуждали ряд проектов научно-исследовательских направлений по высоковязким нефтям с данным университетом. На данный момент КФУ и Юго-Западный университет реализуют ряд проектов, связанных с методами увеличения нефтеотдачи. Один из них направлен на изучение механизма внутрипластового горения. Кстати, этот проект получил поддержку китайской нефтяной компании «Петра Чайна» и после лабораторных испытаний будет реализован на Карамайском месторождении, к разработке которого китайские нефтяники пригласили ученых КФУ еще осенью прошлого года. С этой компанией, с этой лабораторией мы уже взаимодействуем в рамках проведения конференции по термическим методам повышения нефтеотдачи. Сейчас мы воочию познакомились с их возможностями. Другой совместный проект с Юго-Западным нефтяным университетом касается разработки месторождения ТАХЭ. Здесь речь идет уже о разработке целого комплекса методов и технологий добычи высоковязкой нефти. Залежи нефти в нем расположены на глубине более 5000 метров. К тому же в пласте на такой глубине очень высокой температуры, достигающей 140 градусов Цельсия, что очень усложняет работу. Решить задачи с двумя сложнейшими месторождениями предстоит ученым двух крупнейших вузов Казанского федерального и Юго-Западного университетов. Стоит подчеркнуть, что применение методов и технологий, разработанных учеными КФУ на такой глубине, это своеобразный вызов. И отвечая на него, КФУ в очередной раз подтверждает звание мирового лидера в области тепловых методов добычи нефти. Аделя Шемилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс.